Вакцина прибыла на курорт из краевой столицы. Медики девяти лечебно-профилактических учреждений, которые занимаются вакцинацией взрослого населения, забирали препарат, что называется, «Сколес». В аптеке горбольницы номер 9 «Савигрип» хранится в специальных холодильниках. В настоящее время температура 5 градусов, то есть температурный режим соблюдается. Привезли вакцину сегодня в 7.30 и уже в 7.30 стали подъезжать машины с наших лечебно-профилактических учреждений. То, что температурный режим соблюдался на протяжении всего пути, можно судить по терморегулятору, который сопровождает ценный груз. Необходимая температура поддерживается и в сумках-холодильниках, в которых и транспортировали сегодня вакцину в сочинские поликлиники. Почему мы стараемся так побыстрее? Чтобы соблюдать холодовую цепь, чтобы вакцина всегда хранилась при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. То есть она пришла к нам в охлаждаемом транспорте, где соблюдалась температура. Наша аптека вскрыла контейнеры, увидела, что термоиндикаторы сработали так, как полагается. Мы постараемся начинать свою привычную кампанию пораньше, то, что мы и делаем. Значит, конец августа, сентябрь, октябрь, ноябрь. Постараемся до декабря привить всех людей, чтобы не было у нас эпидемий. Я могу сказать прямо эпидемий. Повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ, судя по прошлому году, начинается уже в декабре, поэтому уже через неделю город получит вторую партию взрослой вакцины. Следом за ней в город прибудет вакцина детская. Это будет гриппол или гриппол плюс, говорят медики. Соответственно, прививочная кампания для дошколят и школьников начнется уже в сентябре. В плане эпидемиологов привить 45% взрослого населения и 95% детского. Лишь в таком случае, подчеркивают специалисты, вероятность предотвратить активное распространение гриппа увеличивается в разы.